Партнер выпуска новостей Торговый дом Планета Безопасности Приморья посетили 2 миллиона российских и зарубежных гостей, то в 2018 турпоток в край превысил 4,5 миллиона человек. Но какие впечатления увозят домой гости из Китая и Кореи? Уезжают с приятным послевкусием или вспоминают эту поездку как страшный сон? И хотят ли вернуться во Владивосток снова? На одном крупнейшем международном сайте, где путешественники оставляют отзывы о своих поездках, сотни комментариев. В разделах, посвященных конкретным достопримечательностям или заведениям, большое количество мнений и о Владивостоке. Самый популярный – русский мост с тысячей отзывов, львиная доля из которых восхищенные. Туристы пишут, что это чудо инженерной мысли, называют открывающийся вид невероятным и фантастическим. Восторг у гостей вызывает и золотой мост. В рейтинге оценок туристов он занимает третью строчку после русского моста и русского острова в целом. Чудо инженерной мысли. Мост просто гигантский. Верхняя часть моста часто скрыта низкими облаками, что делает его еще таинственнее. Всем нужно обязательно по нему проехать в обе стороны. Четвертое место занял маяк на Эгершельде. Большинство туристов он понравился. Вид называют впечатляющим, а место романтичным. Но отмечают, что до маяка сложно добраться на общественном транспорте. Там нет туалета, а летом толпы туристов. На пятой строчке – Ворошиловская батарея на русском острове. Иностранцы хвалят ее состояние и отмечают, что экспонатов довольно много. Но тоже отмечают трудности с транспортом. Среди музеев высокую оценку получила подводная лодка С-56. Однако в комментариях встречаются немало негативных мнений. Иностранцы жалуются на отсутствие перевода и низкий уровень сервиса. Вызвал критику и музей Арсеньева. В целом, комментарии положительные. Но несколько туристов пожаловались на языковой барьер. Худшее место на земле. Сначала они берут с тебя двойную плату. Практически все материалы на русском языке. А если они переведены, то так плохо, что это практически смешно. Затем там есть несколько женщин определенного возраста, которые ходят вокруг тебя. Они говорят только по-русски и при этом смотрят на тебя так, как будто ты преступник или планируешь совершить что-то противозаконное. Одни из самых низких рейтингов у колеса обозрения на спортивной набережной из-за дороговизны билетов. Не понравился гостям и железнодорожный вокзал. Пишут, что он маленький и не оборудован эскалатором. Разочарованы гости города и сквером Анны Щетининой. Несмотря на приятное расположение, место абсолютно не впечатляет. Все эти объекты туристы оценили в среднем на троечку. Чтобы исследования мнений туристов не было однобоки, мы решили переместиться из интернета на реальные улицы города. Найти иностранцев во Владивостоке легко, достаточно просто выйти в центр. Здесь гости из Азии фотографируют архитектуру, еду, вывески моря, а также себя. Очень красивый город, на улицах чисто. Сложно было добраться до некоторых мест, английские знают не все. Зато тут еда вкусная. Мы планируем вновь вернуться сюда в скором времени, чтобы начать путешествие по России. Ну, если говорить о красоте, тогда больше им понравилось смотреть на море, то, что оно замерзшее, это было для них необычное удивление. Город красив и восхитителен, очень дешевая и вкусная еда. Были проблемы с навигацией, языковой барьер, но мы пользовались гугл-картами. Может быть, в следующий год мы вновь приедем к вам. Красочный город. Море и золотой мост прекрасны. С людьми мы не особо общались, но вот в такси были проблемы. Но все равно вернемся сюда снова. Своим мнением, почему во Владивосток многие все-таки приезжают только на один раз, поделились и представители туристического бизнеса. Я слышала такое мнение среди китайцев, находясь в Китае, что мы туда съездили и больше никогда не хотим. И когда я начинаю спрашивать, что вы видели, и что вам показали, что вам предложили, выясняется, что ничего. Поэтому, к сожалению, в этом виноват ни Владивосток, ни его красоты, а те люди, которые приглашают, и так безответственно подходят к подборке программы. А во Владивостоке тем временем продолжают обсуждать, как развивать туризм, в том числе и круизный. Пока страны-соседи принимают по несколько миллионов туристов в год на борту лайнеров, форпосту России на Тихом океане и сотня тысяч иностранных гостей только снится. Добавим, Приморский научно-исследовательский центр социологии провел опрос среди туристов из Китая, которые посетили Приморье, чтобы выяснить, что привлекает иностранцев во Владивосток и какое впечатление произвела на туристов столица Приморья. Выяснилось, что основной контингент, жители Поднебесной, приезжают в краевой центр отнюдь не для того, чтобы закупиться по дешевке. Гораздо больше их привлекают наши пейзажи, море и сопки. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Совет директоров Центрального банка Российской Федерации принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 базисных пунктов, то есть до 6%. Главная причина очередного смягчения денежно-кредитной политики Банка России – очень низкая инфляция. В январе она составила 2,4%, сообщили новые ведомости. Отметим, что это уже шестое подряд снижения ставки. По мнению экспертов, курс Центрального банка может поддержать рынок недвижимости. Если сейчас, без учета всех возможных лояльностей, средняя ставка может быть в пределах 9%, то теперь возможно, что она опустится до 8%, что существенно уменьшает выплаты по кредитам. Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться до 25%. Жители половины регионов России перестали платить по ипотеке. В результате банк и кредиторы уже в текущем году начнут предпринимать активные действия и изымать квартиры у должников, а также продавать жилье по ценам ниже средней по рынку. К таким выводам пришли аналитики после анализа отчетности Банка России и собственных данных. Просроченная задолженность на 1 января 2020 года составила чуть больше 72,5 млрд. рублей. Регионом-лидером по резкому приросту просроченной задолженности стали Крым, рост в три раза, Карачаево-Черкесия почти в два раза, Костромская область на 30%, Брянская область на 27%. Приморский край в этот список не попал. По словам специалистов, в ипотечную просроченную задолженность стали выходить все более молодые кредиты, взятые год-два назад, против ранее стандартного трехлетнего периода выхода на просрочку. Неплатежи по ипотеке начались на волне массового спроса на кредиты, на покупку жилья, в том числе не для проживания, а для сдачи объектов в аренду. Застройщик дома на улице Крестьянская, 94 в Уссурийске признан банкротом по решению арбитражного суда Приморского края. Это первые шести домов, заявленных на федеральное софинансирование для завершения строительства. Теперь в отношении застройщика введено конкурсное производство. Этот шаг необходим для составления списка кредиторов для восстановления прав граждан. В течение 10 дней со дня признания застройщика банкротом конкурсный управляющий публикует данную информацию на федеральном ресурсе, а также уведомляет о возможности предъявления требований со стороны граждан, у которых есть квартиры, машиноместо и нежилые помещения на основании договора с этим застройщиком. Известить необходимые кредиторов граждане должны направить заявление на включение в реестр кредитов участников строительства в течение двух месяцев со дня получения уведомлений. Напомним, что в 2019 году в Приморье удалось достроить и сдать в эксплуатацию первые пять долгостроев, в результате чего более 500 семей были восстановлены в своих правах. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию более 10 домов. Нового министра здравоохранения представили в Приморье. Виктор Офисенко на его посту сменит главный врач поликлиники номер 6 Владивостока Анастасия Худченко. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяков в ходе еженедельного совещания с правительством края. Глава региона отметил, что Анастасия Геннадьевна – свой человек в отрасли. Она знает изнутри всю специфику работы первичного звена здравоохранения, умеет решать возникающие там вопросы. Была отмечена и успешная работа на посту министра здравоохранения предшественника Анастасии Худченко Виктора Офисенко. За это время в регион доставили значительный объем оборудования, в том числе первичное звено. Приняты краевые законы, которые позволили привлекать кадры в медицину. Разработана государственная программа по модернизации первичного звена, в рамках которой на обозначенные цели заложено около 550 миллиардов рублей. Это деньги на закупку оборудования и ремонт поликлиник. Через пункты пропуска края продолжается эвакуация граждан России, которые находятся в Китае и решили покинуть иностранное государство из-за угрозы коронавируса. Только за выходные из КНР вернулись 9 россиян, а с начала эвакуационных мероприятий из иностранного государства на территорию Приморья въехали более 230 соотечественников. Работа продолжается по новому расписанию пункт пропуска пограничной, работает в понедельник, среду и пятницу, 10, 12 и 14 февраля соответственно. Пункт пропуска Краскина будет работать 11, 13 и 15 февраля. Время въезда осталось прежним – 10.00 по китайскому времени. При этом в Крае продолжается комплекс мер по защите территории и населения от нового вируса. В регионе не отмечено ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает территориальное управление Роспотребнадзора. Донорская акция «От сердца к сердцу», приуроченная ко Дню всех влюбленных, пройдет в Приморье. Ее участниками могут стать все желающие, кому позволяет состояние здоровья. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Приморья, мероприятие состоится в Крае в десятый раз. Это юбилейная февральская акция. 14 февраля медики ждут всех желающих, кому исполнилось 18 лет, с 8.30 до 12.00 часов на станции переливания крови. Участникам при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Приморье не менее одного года. Стать донорами смогут граждане в возрасте от 18 лет, не имеющие противопоказаний к сдаче крови. За два дня до сдачи им следует отказаться от жирной пищи и алкоголя, а утром в день сдачи нужно позавтракать. Насыщенная праздничная программа ожидает жителей Владивостока в День Победы. Так жители и гости Приморской столицы смогут посмотреть выставку военной техники и оружия, посетить полевые кухни, гречневые каши, хлеба с салом и чай с конфетами приготовят на 12 тысяч человек. На корабельной набережной, как и в прошлые годы, желающие смогут бесплатно посетить мемориал «Подводная лодка С-56», рядом с которой расположится легендарный танк Т-34. В сквере имени Невельского установят скалолазный стенд, фотозоны, игровые площадки, в том числе для перетягивания каната и других спортивных игр. Парад победы, шествие бессмертного полка, вечерние мероприятия, праздничный салют, три главные составляющие программы на 9 мая. Их еще прорабатывают. Напомним, президент Владимир Путин объявил 2020 год годом памяти в России. Во Владивостоке запланировано множество мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. 15 февраля жители и гостей краевой столицы приглашают поучаствовать в фестивале зимних видов спорта. Он пройдет на озере Юность. Гостей мероприятия ждет насыщенная программа. Зима спортивная объединит множество развлекательных площадок. Фестиваль спорта включит в себя массовый утренний забег, лыжный и биатлонный забеги, турнир по мини-футболу на снегу, хоккей в валенках и другие состязания от спортивных школ города. Организаторы гонки героев обустроят для участников соревнований полосу препятствий, а самых юных гостей ждет катание на собачьих упряжках. Кроме того, на фестивале выступят творческие коллективы города. Всех посетителей угостят кашей с полевой кухней и горячим чаем. Вход на мероприятия свободны. В Приморье резко потеплело, однако погода на выходных может поменяться. Об этом в интервью «Примпогоде» рассказал главный синоптик края Борис Кубай. Так ухудшить ее может циклон 15 и 16 февраля. Процесс циклогенеза над Желтым морем уже начался. Причем формируется довольно активный циклон, который будет смещаться в северо-восточном направлении вдоль японских островов над Японским морем. Сейчас синоптики рассматривают две версии развития ситуации. По одной из них вихрь зацепит южную часть Приморского края, по другой вообще не заденет регион. Пока специалисты придерживаются второго варианта развития событий. Партнер выпуска новостей – Торговый дом Планета Безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Продолжение следует... Продолжение следует...